Дух патриотизма и атмосфера праздника. В Самаре завершился Международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». Он объединил представителей культуры, историков и журналистов из 12 стран мира, в том числе Великобритании, Италии, Китая, Сербии, Черногории, Шотландии и Колумбии. Участников, организаторов и зрителей галоконцерта поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что Самарская область сегодня, как и в период Великой Отечественной войны, это опорный край державы. Сегодня наш культурный форум – это удар по нацизму. Я знаю, что мы не предадим. Мы будем верны советам, подвигу наших предков. И как и 80 лет назад, мы выстрелим, мы победим. Враг будет разбег, победа будет за нами. Хедлайнерами форума стали музыканты из Великобритании, Джимми Макрей и российский исполнитель «Шаман». Вот как только я выйду на сцену, я с удовольствием окунусь в глаза зрителей, буду отражаться в их зрачках. И вот как раз-таки произойдет то самое шаманство, получение и обмен энергиями любви. День сожигая сердцами, вера поднимается с нами, с нами, вера на любовь, с нами, Бог. Мы, это вечное в нашем кроме, и мое поколение, мы, это связано в небом отбе, это мы. Увидеть выступления артистов пришли участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены их семей, а также представители научных, общественных и молодежных объединений Самарской области. Потрясающий международный форум деятелей культуры. Такие голоса, такие люди. Мы вместе, и, конечно, Россия, это страна огромная. Самое главное, когда мы едины, мы непобедимы. Я был на концертах, я был на круглом столе, я думаю, что это очень нужно и очень своевременно. Такое сплочение, такой дух, вы видите, весь зал скандировал, Россия, Россия. Ну, после таких мероприятий, такого форума, однозначно, победа будет за нами. Наблюдать за уникальным событием мирового масштаба могли все желающие в режиме онлайн. Трансляцию гала-концерта российских и зарубежных артистов посмотрели 400 тысяч человек. Ксения Баканова, Константин Головин, События.